Уважаемые земляки, если сказать, что ситуация у нас с коронавирусом катастрофическая, вообще ничего не надо говорить, в связи с тем, что с 1 сентября у нас дети пошли в школу, естественно, конечно, первые заболевания пошли и в школу. Почему это происходит? Дело в том, что мы еще на последней сессии ставили вопрос о том, чтобы нам необходимо, в том числе и все фракции поддержали, о том, что нам необходимо во время, когда медицинский осмотр проходит учителя, а это вы знаете, в августе месяце, мы прошли, чтобы их всех протестировали, потому что они идут все-таки не к одному, не к двум детям, а к 20-25 человек, хотя их даже разделили, сложности. Мы ставили вопрос о том, чтобы заполнительно платить учителей. Все же прекрасно понимают, что в связи с тем, что класс делится, учителя нагрузка повышается. Это один вопрос. Мы говорили о том, что, например, на сегодняшний день у нас будет нехватка педагогов. Более того, вопрос стоялся о том, чтобы СИЗО закупал. Кто будет СИЗО закупать? То есть средства индивидуальной защиты. Как для детей, так и для учителей. Сегодня, насколько мы знаем, СИЗО только сами учителя приобретают. Вы знаете, сколько необходимо масок в течение дня. А если учитель будет работать еще две смены, представляете, какие затраты будет нести учитель. Не говоря уже о детях, которые учатся по трое, по четверо детей, которые идут в школу, занимаются. Эти вопросы мы ставили, говорили, что нам необходимо продумать. Почему? Потому что было время, и все прекрасно знали, что с первого сентября все дети пойдут в школу. Полноценно, что в республике Калмыкия дистанционное обучение или валайдовое обучение у нас не может быть в связи с тем, что у нас интернет работает очень плохо. А в некоторых населенных пунктах их вообще отсутствует. И вы все прекрасно знаете, что все почти где-то процентов 50-60 учителей, они просто не смогут работать в онлайн-режиме. Потому что те программы, которые они сегодня преподают и делают, ну для себя, когда сидеть несколько часов перед экраном гаджета, у нас просто физический человек не сможет только просидеть. Вот эти все вопросы мы говорили. Естественно, та вспышка, которая сегодня происходит, к сожалению, в школах предусмотрена была. Мы знали об этом, предупреждали об этом. Что касается вообще ситуации по коронавирусу в республике Калмыкия, значит, ну вы знаете, я думаю, что непродуманные действия оперштаба в связи с тем, что они разрешили, значит, рестораны, бары, значит, открывать в ночное время. Думаю, что, например, этого не надо было делать в связи с тем, что все прекрасно понимаются, в ночное время бары, рестораны неконтролируемые. Более того, значит, все прекрасно понимают, все те свадьбы, которые были и мероприятия юбилейные, которые были срочно, значит, переведены на более-более срок, когда разрешили, они все и ринулись. Справляя свадьбы, мы же должны не скрывать этого. Действительно, контроля никакого не было. Не случайно, например, сегодня было отмечено, что все зараженные, значит, пациенты, значит, они идут откуда? Из семьи. То есть, если говорить о том, что человек, значит, в семье находится, вы прекрасно понимаете, это два-три человека, они все контактные, они, естественно, конечно, будут заражены. Ситуация, которая идет у нас среди всем, что тестированы, значит, мы все прекрасно знаем, и УАЗ признал о том, что у нас не хватает, во-первых, ряд реагентов, которые необходимо делать, очередь, значит, и с учетом того, что произошла вспышка, значит, мы вынуждены отправлять, значит, в сопредельный регион для того, чтобы нам помогли. Я считаю, в этой ситуации необходимо срочно принимать меры, значит, мобильные должны быть, значит, лаборатории, значит, 2-3 лаборатории необходимо ставить и срочно необходимо по республике проводить тестирование в обязательном порядке. Особенно тех людей, которые непосредственно занимаются, я имею в виду, педагогов, врачей, значит, хотя вот на сегодняшний день врачей-то проверяют, но, тем не менее, вы знаете, уже по второму кругу пошли врачи и у нас заболевают. Многие врачи говорят о том, что они просто устали. Вы представляете, понимаете, в замкнутом пространстве, в красной зоне врач работает на сегодняшний день по 16-18 часов. Это же нарушение трудового кодекса. Врач, тем более таких условий, не имеет права работать, не более, значит, 6-4 часов он должен быть в красной зоне работать, потому что психологический человек просто не может. А если он работает уже более двух и трех месяцев, вы представляете, какое-нибудь настроение. Тем более еще оторванность от семьи. Я думаю, что сегодня правильно поставлен вопрос, вопрос вообще, конечно, чрезвычайный вопрос по ситуации с COVID-19. И власти необходимо оперштабы проводить, значит, чтобы там присутствовали, значит, общественные организации присутствовали, значит, депутаты Народного хурала, не только депутаты Народного хурала, и городского совета, и муниципальных советов, собраний, вернее. Потому что у нас и в районах ситуация такая очень сложная. Вот, в принципе, вот предварительно хотел бы сказать так, что ситуация эта... Мы эту ситуацию тоже контролируем, знаем, что это идет. С районом, например, сколько идет, значит, просьбы, жалоб, значит, по этому поводу. Среди тем, что не хватает, элементарно не хватает средств индивидуальной защиты. Вот мне коротко... Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы», рассказ «Диалог Кемельгын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по баране лопатке», представленный в очерке народного поэта-калмыкии Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Мендыфт Эн Би. Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране. Продолжение следует...